друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые воздействуют и влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки первый день торговой недели миновал мы стали еще ближе друзья к потенциальным мерам экономического стимулирования ну и конечно же к финалу президентской гонки 3 ноября выборы в сша и мы продолжаем к ним готовиться точнее весь тот контент который я готовлю для вас последние месяцы он в какой-то мере направлен на то чтобы дать вам достаточно фундаментальных вводных необходимых для принятия решения какому лагерю трейдеров вы относитесь к покупателям доллара либо к продавцам потому что если вы определились уже с тем кто все-таки может занять президентское кресло на следующий и пятилетний срок вы должны четко понимать как политический курс этого человека повлияют на динамику доллара но здесь стоит сделать ремарку друзья если у вас есть еще сомнения вы не знаете кто в конце концов одержит победу я понимаю что знать этого никто не может но вы даже не пытаясь оценить вероятность этого будет ли это байден либо трампа не переживайте сейчас можно работать с простой фундаментальной идеи того что перво на перво неизбежным будет решение о дополнительной поддержки американской экономики я миллиард раз вам уже рассказывал как это должно повлиять на динамику рисковых инструментов и разумеется доллара то есть допуская что у нас будет возможность еще когда мы получим сообщение о том кто же все-таки одержит победу еще раз оценить перспективы именно с политическим подтекстом доллара но сперва друзья у нас есть как минимум ну точно может быть даже не только месяц а вообще до конца 2020 года возможность работать с идеей того что негативнейшее воздействие к вида в том числе и на американскую экономику но на американскую экономику тем более потому что штаты это один из эпицентов распространения инфекции это самое негативное воздействие на экономику требуют лекарства в виде дополнительных инъекций денежной ликвидности и как только эти деньги придут на финансовый рынок разумеется это спровоцирует ослабление курса национальных валюты поэтому сейчас по прошествии еще одного дня я думаю что пройдет еще один торговый день новостной фон существенно не изменится друзья потому что мы вынуждены будем говорить о прежних рисках к вида о предстоящих выборах в сша и конечно же вот этой надоевшей всем теме новых мер экономического стимулирования кстати говоря почему в понедельник мы снова как бы обратились к вот этой госпомощи которая ожидается в штатах потому что на энце пелоси который является лидером палаты представителей и минувшее воскресенье в интервью cnn дала собственно комментарий и сделала заявление о том что прогресс очевиден переговоры продолжатся и до конца друзья этой неделе то есть фактически до выборов 3 ноября все-таки конгрессмены законодатели республиканцы и демократы должны будут прийти какому-то консенсусу компромиссу вот касающихся вот этих мер экономического стимулирования я предлагаю от этой темы не отказываться ну либо уже друзья определяться все-таки как вы будете действовать дальше если вы согласны со мной что приток дополнительных средств приведет к росту фондовых рынков и слабости американского доллара вы уже должны быть в соответствующих позициях если вы все-таки еще сомневаетесь то тут я умываю руки я не могу вас поддержать потому что даже не знаю какую аргументацию будет использовать в плане оправдания потенциального роста доллара на чем он может быть основан ведь все новые меры экономического стимулирования они неизбежны а если вы не верите и сомневаетесь в этом советую посмотреть на статистику по росту количества заболевших в штатах очередной рекорд по ежедневному факту что ли по количеству инфицированных за сутки посмотрите на сайте джона хопкинса и средского центра там по регионам все подробно расписано в сухом остатке друзья индекс доллара снижается в рамках азиатской торговой сессии мы видим давление на бакс 92 91 пункт по собственно этому инструменту сейчас а сегодня в 15.30 будут данные по заказам товара длительного пользования я думаю что это еще один отчет который сообщит о проблемах в еще одном секторе американской экономики золото 1907 в принципе золото мы покупаем уже с отметки 1900 ранее давал такую рекомендацию сохраняем лонги ничего пока не меняется европейская валюта против доллара 1 1826 цели тоже прежний 1 19 и выше даже несмотря на предстоящие заседания европейского центрального банка и фактическую уверенность в том что риторика не цеба будет исключительно мягкой не нужно сейчас в отношении евро стараться переиграть потенциальную слабости доллара здесь все предельно просто и понятно смотрите друзья за индикатором рыночных настроений что касается британской валюты фунт против доллара 1 30 34 волатильность для этого инструмента сохраняется вчерашний день это снова движение в рамках 100 пунктов и как только на рынке продолжат и начнут снова вот так вот выразимся поступать новости касательно brexit это волатильность станет еще более выраженной самая лучшая рекомендация не работать с настолько непредсказуемым активом то есть я уже много раз об этом говорил но если друзья все-таки вам интересен фунт наверное потенциально у этого актива на долгосрока есть больше шансов оказаться числе аутсайдеров доллар канадец ставка прежняя 1 30 это цель 1 30 50 это ближайший целевой ориентир сейчас котировки на уровне 1 31 77 ждем заседания банка канады в эту среду завтра собственно перед ним детальнее поговорим о том что можно ожидать а фондовый рынок сша из-за ситуации с к видом в штатах просел серьезные снижения может быть даже самое значительное за последние может быть три-четыре недели но не переживайте друзья фонд связанный с к видом ли в любой момент может нейтрализовать и сообщение касательно новых мер экономической поддержки вот на это я как раз вам и рекомендую делать ставку и что касается рынка нефти 40 72 по бренду сейчас локально мы восстанавливаемся причина вчерашнего снижения ковида который мы говорили рост добычи нефти в ливии прогнозы о том что с текущих 500 тысяч баррелей в сутки объем добычи может легко вырастить до миллиона еще генеральный секретарь опек баркинда немножко подлил масла в огонь отметив что экономические росты и восстановление спроса на нефть остаются таком манимичном состоянии но опять же как только мы все-таки закольцуем вот этот фундаментальный фон на решение конгресса по новым мерам экономического стимулирования оптимизм и вернется на рынок друзья новые деньги это то что будет бальзамом сейчас для всех рыночных страхов поэтому в любой момент до конца этой недели повторюсь что по сообщениям пилоси новые меры экономического стимулирования как решение должны быть приняты в рамках вот оставшихся четырех дней и как только сообщение об этом появится на финансовых рынках спрос на риск начнет преобладать этот как раз то о чем я вам рассказываю на этом собственно все хорошего торговой сессии и до скорых встреч всем пока